Всем привет! Привет из Киева, столицы Украины! С вами Виктор Фурсов и сегодня обзор мелких паразитических перепончатых крылок из рода Трихограмма. Они как раз ползают на экране. Они похожи на маленьких крошечных клещиков, потому что они очень крохотные, практически не видны невооруженным глазом. Даже при большом увеличении смартфона они выглядят как крохотные точечки. Они родственники другим перепончатым крылом, такие как пчелы, осы, шмели, пилильщики. Но размер-то их, конечно, мелк, всего лишь полмиллиметра, поэтому их так-то не заметите. Но видите, крохотные точки совершают бровновское движение и ползают. Это как раз и есть Трихограмма паразитической перепончатой крылой насекомой, развивающейся как хит-соед в яйцах других насекомых. Например, бабочек, жуков, пилильщиков и некоторых других насекомых. А что это за недвижущиеся точки на экране, которых очень много? Это и есть как раз яйца насекомых, из которых вывелись эти мелкие Трихограммы. Коричневые и черные. Коричневые – это неразвившиеся яйца зерновой моли. По-латыни называется ситотрога царя ореля. А черные – те яйца зерновой моли, которых разелись Трихограммы. Когда развивается Трихограмма, обычно белое или желтое яйцо бабочки или жука темнеет, становится серым или даже черным. Из этого яйца примерно через 7-10 дней выводится крохотная перепончатая крылая насекомая Трихограмма, которую начинает снова искать своего хозяина. Яйцекладки, жуков, бабочек, различных молей, пилищиков. Трихограмма – излюбленный объект биометода, потому что разводится в биологических лабораториях с коммерческой целью выпуска применения против различных видов чешуи и крылых, например, томатной совки, кукурузного мотылька на кукурузе с целью биологического подавления численности вредителей сельского хозяйства, этой кукурузного мотылька. И как ее выпускают? До этого Трихограмму выпускают внутри яиц, выпускают еще не вылупившуюся Трихограмму, которая сидит в таких вот яйцах черного цвета. Отсюда нам не видно, вылупилась Трихограмма из них или нет. Когда они еще не двигаются, значит, еще не вылупилась. А на данной пробе Трихограмма уже подошел срок, они вылупились и бегают в массе. Может быть, еще и будут другие вылупляться. А вот те, которые коричневого цвета, слипшиеся, это, оказывается, немножко бракованные яйца, потому что Трихограммы также колют яйца зерновой совки с тем, чтобы подпитаться гемолимфой для дополнительного питания. Она не питается обычно в природе нектаром, если разве что, то его случайно. Но часто подпитываются гемолимфой своего хозяина. Колют яйцекладом яйца бабочки, жука, и выступающую гемолимфу слизывает своими ротовыми органами, тем самым пополняя пищевые запасы. А после начинают заражать своего хозяина яйца, бабочек, жуков, пилетчиков, других различных насекомых, множество видов вредителей. Для Трихограммы известно более 200 видов различных насекомых, которых яйца она заражает. Поэтому она является очень интересным объектом для изучения трофических связей, для изучения биоразнообразия, а также для применения в биологическом методе контроля численности различных видов чешу и крыла, таких как вредители сельского хозяйства на томатах, на перцы, на тепличных культурах, на кукурузе, в садах, в огородах, на кукурузных полях. Для этого ее выпускают в такой виде, в такой смеси, иногда с субстратом, иногда без субстрата, в виде такой смеси яиц, которые уже готовы вылупиться. И через несколько дней выпущенная трихограмма буквально на следующее утро она вылупляется, начинает искать в пределах своего выпуска и разлетается, ища яйца кукурузной соки, например, кукурузного мотылька и заражая их. Но для этого нужно выпускать правильный вид трихограммы, что значит правильный, потому что различные виды трихограммы приурочены к различным видам хозяев. У них такая очень тонкая трофическая специализация. Некоторые виды более эффективны для применения, например, на кукурузе, некоторые более эффективны для применения на капусте, на садовых культурах, третьи виды. Поэтому нужно правильно выпускать правильный вид трихограммы, иначе эффективность будет значительно более низкая. Для этого нужно проводить контроль качества трихограммы и контроль видового состава трихограммы. Что значит контроль видового состава? Точно знать вид, какой вид выпускается против какого вредителя. Если это выпускается на кукурузе, рекомендуемый вид трихограммы Evanescence. Для этого проводится специальное микроскопическое исследование, делаются специальные микроскопические препараты, и вот эти крошечные точки, видимые на экране, видим мелких клещиков, а это и есть трихограммы. Рассматриваются под микроскопом, смотрятся детали их строения, и определяется точный вид, который находится в той или иной пробе. Поэтому вот эта проба тоже прибыла на специальный анализ, на идентификацию вида, разводимого в биолаборатории. Так что часть выступанного материала отобрана в пробирке, будет подвержена микроскопическому анализу, приготовлению микропрепаратов, приготовлению микрофотографий и соответствующей рекомендации, какой вид будет находиться в этой пробе. А вот так просто с экрана или даже просто под микроскопом оптически этот вид назвать невозможно, только при изучении, при увеличении более тысячи кратного увеличения микроскопа на микроскопических препаратах. Можно сказать, что это за вид трихограммы из природы или из биолаборатории, только после микроскопического анализ. Так что будем проводить анализ. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Если у вас есть природная трихограмма, ловите природную трихограмму, фиксируйте ее пробы, можете присылать для исследования, для сотрудничества.